Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский Иркутск, 8 мая Мы останавливаемся на два дня в Иркутске По разным, частью служебным, частью личным делам В последний раз я был в Иркутске в 1898 году С тех пор город вырос, стал красивее Уже верст за 150 до города чувствуется влияние крупного центра Большие села, много поселков, расчищенные поля Лес отодвинулся к горизонту На станциях большие склады каменного угля Который тут же добывается И из окон вагона видны шахты, заводские постройки А в одном месте, кажется, даже проволочная дорога В 1898 году мы останавливались в Иркутске В очень убогой гостинице, похожей на сарай Теперь я пишу в большом, прекрасно меблированном номере Гранд-отеля Из-под мягкого темного абажура льется на стол яркий свет электрической лампочки Столовая гостиница выстроена с той же претензией, с какой выстроены в Москве столовая Эрмитаж или Утестова Лепная работа, амуры, купидоны, цветы с преобладающими розовыми и ярко-пунцовыми красками Множество лакеев, струнный оркестр, кек-вок, все тот же кек-вок Большой выбор блюд Подают много, приготовляют, неважно Но цены столичных ресторанов Так вышедшие на линию купец обзаводятся, как люди, мебелью На глаз такой уже, как и у других Но мебель – это только для глаз Сидеть жестко, неудобно Время сделает свое дело И в следующем поколении у купца будет мебель, уже соответствующая своему назначению Придет время и для Иркутска И явятся конкуренты, которые построят свои расчеты на удовлетворение не только зрительных, но и вкусовых ощущений И теперь уже появляются В другой гостинице «Метрополь» кормят лучше, но само здание и номера несравненно хуже В городе новый театр – красивое, довольно большое здание В театре идут фарсы, иногда остроумные, иногда пошлые и плоские, разыгрываются бойко Фарсы сменяют оперетку Но Оффенбаха в современном русском фарсе нет И тема этих фарсов никогда не выходит из сферы ограниченной личной этики Флирт, обманы, тещи и тому подобное Публика энергично слушает и смотрит Грубый дружный смех несется по портеру Подхватывается верхами, где к смеху прибавляют нередко и взрывы аплодисментов И тогда портер шиканьем тормозит порывы райка Улицы широкие, с электрическим освещением И хотя еще много заборов, но много и сплошных построек Много магазинов, больших, богато обставленных, но совершенно пустых по части товаров С декабря валяются по железным дорогам Лето приходит, а летних вещей нет Только остатки от прошлого лета Бумаги нет И многие газеты Сибири уже выходят на разноцветных листках Собирается скоро и восточное обозрение выходить на такой же бумаге Частный кредит доходит до 30-40% годовых Такие проценты платят и многие из подрядчиков Кругобайкальской железной дороги На капитал платят, собственно, меньше Но при реализации будущего капитала теряют много Прямо деньгами стараются не давать А товарам, чаем, сахаром, другим Оценивается товар при этом высоко А продается с потерей до 30-40-50% В зависимости от того, сколько можно сорвать Какова нужда в деньгах А нужда в них большая И вверху, и внизу У купцов дела стоят Подрядчики вследствие отсутствия оборотного капитала Несмотря на высокие цены, прогорают Но как же можно работать без оборотного капитала? Что ж поделаешь, когда с нашим ни за что не ответственным контролем Нужно иметь три оборотных капитала? Плохо насчет денег и внизу Наплыв рабочих, всякого рода людо, ищущих дело Наплыв громадный Везде слух прошел, что надо спешно кончать Кругобайкальскую дорогу И со всех концов России потянулся сюда народ До Челябинска четырьмя поездами А с Челябинска в распоряжение публики Всего один поезд И по неделям ждут очереди А тут еще семьи запасных, взятых на войну Возвращающиеся на родину с мест бывшей службы Их мужей Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Ощущение «Товарищество Маркс» Ощущение «Товарищество Маркс» Продолжение следует...